Ислач принимала Витебск на городском стадионе в Молодечно и могла забивать уже на третьей минуте. Руслан Лисакович классно отдал на Ануфриева, проводивший первый официальный матч в этом году вратарь Сорока с ударом Александра справился. После команды обменивались полуопасными моментами, пока на 55-й Ксенофонтов не заработал голевую благодаря точному пасу на Вандерсена. Почти сразу Тейверов мог добивать интригу. В целом Витебск решил, что лучшая защита нападения. Северяне заработали третью победу в чемпионате 1-0 и обошли Ислач в таблице. Батте уже на старте поединка со спутником потерял автора победного гола в ворота Руха Вильюмсона. Еще хуже дела хозяев Борисов арены стали на седьмой минуте, когда Ясинский открыл счет. Батте пошел отыгрываться и сделал это с пенальти. Смит неаккуратно сыграл против Нихайчика. Умаров взялся за реализацию и развел Руденка и мяч по противоположным углам. На 37-й шах босс наработал на голевую. Узбек удачно подал угловой. Яков Филиппович головой 2-1. Шестое подряд поражение спутника. Хотя и не скажешь, что речицкая команда всех на голову слабее. Последнее место пока за представителями Гомельщины. Главный матч Тура прошел в Солигорске, где шахтер принимал Минское Динамо. Первый опасный момент случился у белосиних на 39-й минуте. Бенг перебросил и вратаря, и ворота. Почти сразу после перерыва супершанс возник у Дарбо. А африканский козырь был бит левой ногой российского голкипера Памазана. Хозяева продолжили нагнетать, и за 10 минут до конца основного времени вратарь Динамо уже не спас. Как и в битве с Батте, все решил удар Дарбо. Не настолько красивый, как 9 мая, но такой же важный. 1-0, и парни Кучука отстают от шахтера уже на 10 баллов. Куда больше голов было в другом пятничном противостоянии. Славия принимала главную команду области. Гомель. Полторы тысячи зрителей на стадионе «Юность» увидели самую результативную игру 10-го тура. Четыре мяча забиты уже в первые полчаса. Сначала Нарх вывел Мазырян вперед, удар в падении головой. И все же Рыси по чемпионатной дистанции бегут быстрее, и очков набирают больше Славии. Почему так происходит? На этот вопрос с помощью подсказки Соловья сначала ответил Сайчич. А чуть позже с передачи Иванова четвертый гол в сезоне оформил 34-летний Гом за 2-1 уже в пользу Гомеля. Мазыряне отыгрались. На 29-й ганский нападающий ТТХ сравнивает счет. На этом голы первого тайма закончились, на второй остались еще два. Оба гомельские. Победным для команды «Биончика» стал классный дальний удар капитана Юденкова. Добил интригу Некрасов. Никита оказался в нужное время в нужном месте. 4-2. Гомель горячо дышит в спину дружинам из первой тройки. В поисках очков и второй победы. Так можно описать состояние Сморгонии в последние несколько недель. В субботу «Медведи» принимали раненых не самым удачным для бронзового призера последнего чемпионата стартом автозаводцев «Пунтуса». И в первом тайме дело у дружины Герасченко спорилось. На 23-й судья назначает пенальти, и Яцкевич забивает четвертый мяч Сморгонии в этом году. До перерыва у Сморгонии была еще пара-тройка шансов, чтобы удвоить преимущество. Главному тренеру «Торпедо Белас» пришлось сделать три замены, прежде чем Хачатурян с передачи Афанасьева сравнял. Проходит 11 минут, и Николаевич еще больше переворачивает игру в жодинскую сторону. А еще чуть позже Клинье справляется с интригой. 3-1 в пользу «Торпедо Белас». На счету Афанасьева ассистентский хет-трик. Автозаводцы остаются в первой половине таблицы, а Сморгонь по-прежнему предпоследняя. Брестская «Динамо» приехала на столичный стадион «Трактор» в качестве команды, не знающей поражений. Минк же привык к любым результатам. На 18-й удар Зиновича отразил вратарь. На 29-й сетку «Брестских ворот» поразил Лопес, но из офсайда. «Динамо» тоже пыталась забить, но удачной в этот день оказалась только одна попытка. Реализовал ее аргентинский нападающий горожан, удачно сыгравший в штрафной после передачи от Шравченко. Гости могли поражения избежать, но из суперпозиции не сумел забить Ситько. 1-0 команда Ковальчука находит поражение там, где его мало кто ожидал увидеть. После обидного поражения от «Шахтера» Неман отправляется в гости к Руху. Команда Ковалевича мощно начала и в Бресте. Удалось даже забить, правда гол не был засчитан. На дном случился на 37-й, когда Шукуров получил вторую желтую. Но даже в меньшинстве Неман умудрялся выбегать в атаку. А Рух не мог открыть счет. Безголевая резина тянулась до 78-й минуты, пока судья не назначил 11-метровый в ворота хозяев. Савицкий хладнокровно забил бывшей команде. На 95-й Рух убежал в контратаку. Петренко поражал пустую рамку. 2-0. Неман терпит второе подряд обидное поражение от команды из лидирующей группы. Завершался 10-й тур в Борисове, где на городском стадионе Арцор принимал Слуцк. У обеих команд по итогам 9 туров было только по одной победе. Участникам встречи хотелось заработать вторую. Получилось у студентов. На 75-й вышедший на замену представитель Казахстана Зул Фикаров забил единственный мяч. 1-0. Арцор БГУ обходит в таблице Слуцк и Славиум. На экране положение команд после третьей чемпионата. На 7 баллов от не теряющего очков Шахтера отстает Батэ. На 9 – Минская Динамо. В зоне прямого вылета Сморгонь и Спутник. Пока не сдвигается с третьей с конца строки Неман. На этой неделе перед международной паузой команды проведут поединки 11-го тура. В пятницу пройдут матчи в Витебске и Минске. В субботу Шахтер на выезде сразится с Торпедо, а Батэ примет Славиум. Редактор субботитров А.Семкин Корректор А.Егорова